Привет, дорогие друзья мои, с вами Ниагара, и сегодня очень-очень будет классная серия. Да, но всё по порядку. Сначала, как вы видите, хочу показать вам, давайте паузу сделаем, сейчас буду долго болтать, хотела показать, как изменила комнату Джоника, видите, у него здесь такой диванчик, достаточно современный, тумбочка, кровать и стол остались, как прежде, и изменились картины, но поскольку он у нас уже повзрослел, у него различные тут футболисты и прочие разные картинки. Так, и что ещё? Я его переодела, да, он такой теперь у нас в светлых джинсиках, спортивной такой, светлой кофте, в общем, лежит себе, полёживает, он сделал домашнее задание, и мы сегодня в школу. И надеюсь, в этот раз я вот не пропущу школьный балл, у него есть такое желание пойти на выпускной балл, как вы знаете, я у Найджела пропустила это событие, но ничего, учиться водить, его за кадром поучил водить Дилан и София, пока так и не научили. Все у меня здесь отдыхают, кстати, ещё что хотела сказать, я уменьшала в настройках качества, делала среднее или такое низкое качество, чтобы не тормозила игра, и удалила несколько участков и домов в городе. Всё-таки надеюсь, что это как-то облегчит состояние, просто, ну, правда, невозможно же играть, просто ужас. Так, следующее, что у нас? Дилан, Дилан, солнышко моё, он приобрёл в лавке эликсиров этот замечательный-замечательный состав эликсир «Волшебное благословение», наконец-то, ребята! Да, я несколько дней поиграла, прежде чем это получилось. И вот он, «Волшебное благословение в бутылке, чтобы стать феей». Да, это супер. Но ещё он также меня насмешивал, очень много эликсиров сдал туда же, в комиссионку, и сейчас, я думаю, он этим может зарабатывать и вообще как бы развлекаться. Сейчас давайте посмотрим, кто что у нас сегодня будет делать. Обязательно сегодня Латика станет феей, да. Да, это долгожданный день. Джонни у нас тут полёживая домашнее задание готово, и через три часа он только собирается пойти в школу, получить навык «Механика». Ну, давайте, возможно, он что-нибудь почитает по этому поводу. Мы сейчас посмотрим, что тут у нас есть «Механика» том первый. Пусть читает. Сейчас посмотрим. Дилана мы займём, наверное, как раз-таки изготовлением всяких зелий, потому что учить вождению... Ну как, Джонни скоро уедет в школу, так что через часик где-то за ним приедет уже школьный автобус. Мы сейчас отправим нашего Дилана изготавливать эти зелья. Всё равно тормозит игра. Собирай камень, тут какой-то валяется. Так. Ну, да, вот вы сами видите, да, у меня не поворачивается ничего. Блин. Ладно, смешать эликсир. Я ему сейчас наделаю их прямо, я не знаю, штук так 5 или 6, чтобы потом можно было сходить в эту лавочку и всё это дело благополучно сдать. Так. Дальше. София чем у нас будет заниматься? София, наверное, попишет что-нибудь опять. Ей тоже пока нет никакого занятия. И она у нас начнёт писать очередную книгу. Тот шедевр, кстати, она дописала. Пусть она начнёт писать какой-нибудь мистический роман. Так. А что случилось? Что у кого что случилось? А, железо нашёл Дилан, точно. Так. Латика, дорогая наша. Сегодня у тебя такой замечательный день. Давайте Найджела чем-нибудь займём пока. А, это Дилан хочет приготовить. Так. Ну, Дилан, что ты можешь приготовить у нас? Наладчик характера давай сделаем. Как утоп... Кто утопил маму? О, такое название у Софии. У Найджела исполнил, кстати, мечту своей жизни. Да, он достиг уже самого высшего уровня и в рисовании, и в игре на гитаре. Так что ему остаётся только просто расслабляться. Пусть он сейчас пойдёт что-нибудь нарисует. Ага, за Джонником приехали. Рисовать на Тюрмот. Не знаю, да пусть рисует какую-нибудь большую картину. Вот так. Джонник, отправляйся в школу. Потом дочитаешь свою механику. А Латика... Латика. Где ты, наша девочка, Латика? Наконец-то. Я хочу, чтобы она прямо сейчас выпила это зелье. И мы посмотрим на неё. Давайте. Как я долго этого ждала. Прямо вообще. Использовать эликсир на себе. Ну, давай. Там Дион химичен. Ох ты. Крылышки у неё. Всё? Офигеть. Так, это Дион опять. Ну, банку дружбы давай создавай. Как классно. У нас появились крылья. А Латика Смит пробует волшебное благословение из бутылки и превращается в фею. Ох, как это классно. У неё такие красные крылышки красивые. Прикольно. И сейчас ей потребуется такой домик для фей. Я вам сейчас расскажу, где его достать. Он очень странно запрятан. Я, кстати, его уже положила со фе... Ой, Латики в багаж. Давайте его разместим. Так, где бы нам выбрать местечко для него? Ну, прямо вот рядом с лабораторией. Пока что так поставлю. Пусть тут стоит. А выбрать его можно в режиме покупок, естественно. Куле, кресла и диваны. Прочие удобства. И вот в самом низу есть бунгало для фей. Вот. Вот так его можно найти. И всё. Вот она, наша девочка. Давайте я хочу сразу посмотреть, как она будет играть в паровозик. Это так смешно. Наверняка смешно. Так, это опять Дилан. Ну, чем бы тебе ещё тут заняться? Фляга с мощным снотворным. Давай. На поезде с ветерком. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Прикольно. Что-то там у них всё. Так. И у неё, видите, появилась какая шкала? Это уже что-то новенькое. Количество волшебной силы, оставшейся у вашего персонажа. Да. Да. Она сейчас обладает у нас волшебной силой. Обязательно нужно её с крылышками сфотографировать. Правда, она такая... В... Ниглиже. Хе-хе. На чунухе. Ой, свершилось. Я прямо не верю. Как здорово. Такие крылышки у неё. О. Блин, Дилан. Ты тут со своими эликсирами. О, смотрите, она катается. Хе-хе. Казала! Хе-хе. 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 Она такая маленькая фея, катается на проводике. Классно. Я читала, что при этом у них, по-моему, восполняется вот эта шкала. Должна, по крайней мере, восполняться. Ну, ладно. В общем, я это посмотрела, как это будет. Хочу, чтобы она сейчас воспользовалась туалетом. И сегодня она отправится делать тату. Да. Сделать себе какой-нибудь тату типа Найджел навсегда. Что-нибудь такое романтичное. Вы должны вовремя изучить работу научного института. А, улучшить оценки. Ладно, это мы можем сделать для нашего Джоника. Вот она, наша красаточка. Ну, наконец-то. У нас все в полном составе. Все необычные такие существа. Так, на Софии пишет. Давайте посмотрим, что он там создать хочет, наверное. Что-то. Воспользоваться банкой дружбы. Ну, не надо. Давай. Мути дальше свои эликсиры и пойдем сдавать их. Так, обычное усердие. Может быть, нам на что-то как-то пообщаться с друзьями. Давай флягу со снотворным созданием. Поговори с друзьями. Он немножечко полдня так поучился усердно, а потом пусть разговаривает с друзьями. Ага, и изучить работу у него еще есть задания. Ну, ладно. Это уже потом. Итак, у меня пока все заняты. Более-менее. Мы можем спокойно заняться латикой. С Лилианой не надо становиться лучшими друзьями. У тебя есть невеста, все. Никаких Лилиан тебе. Скоро у вас уже свадьба. Мы как и планировали, сделали ее феей. Классно. Так, и давайте посмотрим. Есть салон красоты и татуировки Барни. Посетить. Да. Мы сейчас сделаем это. Действие посетить. И посмотрим, какую можно ей сделать татуировочку. Тут хорошо, что рядышком. Будем ее здесь ждать. София получает 54 симмолеона за несколько глав книги. Да, она там получает. Вот она, смотрите, как она летит. Ай, сделайте поближе. Игра. Ну все, мы не увидели. Па. Как она близко подошла. Попробуем еще сейчас на ком-нибудь испробовать. О, здесь тоже фея. Да, вот эта женщина, она сама кольщик. Делает татуировки. Давайте ее попробуем, на мастер по татуировкам, попробуем попросить сделать что-нибудь. Сыграть волшебную шутку. Получить татуировку мы хотим. Да, именно за этим. Мы здесь. Правда, не такую огромную, как у нее на спине. Что-нибудь такое, посвященное Найджелу. Здесь, конечно, нет таких татуировок. Что? Она хочет с ней сфоткаться? Сейчас все будут хотеть ее сфоткать. Она стала в два раза симпатичнее с крылышками. Да, сейчас она уже пройдет, сядет в кресло. Они договорились о татуировочке. Нет, все равно игратор мы здесь, ребята. Я не знаю, что делать. А, смотрите, она ее уже прямо колет. Она даже не спросила, куда мы хотим сделать татуировку и какую. Эй, тетя! Ты не хочешь узнать наши пожелания? Офигеть, уже что-то там набивает ей. Какие у нее красивые крылышки. Просто круто. А, вот сейчас нас об этом как раз-таки спросят смешать чернила. Да, сначала такая уже набила там. Так, ну куда мы сделаем? Не знаю, даже может на руку. Что у нас есть? О, затылок. Нет, верхняя часть спины. Верхняя часть спины. Вся спина. Нижняя часть спины. Вся спина, что-то уже есть. Прямо на всю спину. Можно на руку сделать. Запястье. Вот. Мы сделаем ей татуировку на запястье. Справа. Так, и что у нас есть? К сожалению, здесь выбор не такой прямо большой. Чтобы так прямо... Может, сердечко сделаем? Ну, как я хотела. Что-нибудь такое посвященное их помолвке. Или вон бабочку. Она же фея. Ага, здесь есть какие-то надписи, видимо, можно сделать. Да. Не так много, как вы видите. Но думаю, такое сердечко будет как-то странно смотреться. Сделаем давайте бабочку. Или нет? Ладно, раз уж я пришла сюда по поводу романтической татуировки, делаем вот такое сердечко. Итак, вот мы выбрали. Заплатили за это 150 символионов. Надо сказать, что держится она молодцом. Такая... терпеливо сделала эту татуировку. Ааа, жизнь. Какая она у нас замечательная фея. Давайте попробуем что-нибудь теперь сделать. Смешно сыграть волшебную шутку, например. Стук зубов. Что это такое? Чего, она не захотела? А, стук зубов, вот. Это сама вся тату. Заморозила её. Вот так шутница. Ааа, она разозлилась на неё. Хаа, Латика Смит отлично веселится над последней шалостью. Она не может поверить, что кто-то действительно повёлся. Да, наша забавная девочка. Ты уже кушать хочешь? Давай-ка возвращайся домой из тату салона. Пойдём хвастаться Найджелу, что у нас есть. Так, давайте посмотрим Джоннинг. Он скоро уже закончит учёбу. У него влажнение. Я, кстати говоря, кстати говоря, купила ему русалка навсегда. То есть, мне теперь не обязательно именно прямо вот морскую воду. достаточно помыться и в душе. Так. Найджел уже совсем что-то тут в плохом состоянии. Заканчивай тогда свою картину. Быстренько побежим сейчас в туалет. Бегом, бегом, бегом. Где он тут наделал дилов? Пойдём сдавать сейчас всё, что он наделал. Ай! Что с игрой, а? Воспользуйся. Срочно съесть кусок сырого мяса. Прямо срочно. Есть сырым. И подождём латику. Она, наверное, уже прибежала. Так, София. Ну, София, ладно, пишет. Дилан, он хочет охладиться. Уже достаточно ему. Стоять на солнышке. Давай мы тебе вот так сделаем. Ты, может быть, может быть, примешь душ. Да, естественно, нужна у него. Заодно и охладиться. И отправиться в ту лавочку, сдавать. Всё, что он наделал. Эликсиры и товары Алистера. Посетить. Да, конечно же, посетить. Так. Ой, нет-нет-нет, подожди. Не нужно отправляться домой. Записаться на внеклассные занятия. У нас есть такое задание. Научный проект. А, давайте мы сделаем сесть лодку здесь. Потому что он сейчас ведь тоже у нас, как мама, может плыть и плыть. О, это кто? Кто это? Ловить рыбу. О, как плескаются. Офигеть. Сесть с лодкой здесь, давай. И потом немножечко поплавай, чтобы поднять увлажнение. А то вдруг тебе ещё станет плохо. Так. Ой, София бедная. Прости. Она уже давно-давно хочет в туалет. Я всё как-то забыла, что она пишет и пишет с самого утра. Так. Посетить ванну. И нет у неё совсем досуга. Мы её давайте займём. Эм, да, вот этим. Пусть она развлекается у нас пока что в водопаде. Такое занятие для русалки. Думаю, такая физиономная, кислая. Дионс ещё едет. Так, Найджел ждёт Латику. Латико наверняка уже пришла. Пойдём похвастаемся ему татуировкой. Пообщаемся немножко. Где он? Он внизу в туалете прямо. Какой он? Давай, кушай бананчик. И может быть ещё виноградик. И пойдём Найджелу рассказывать. Сыграть волшебную шутку можно с ним. Смешно, скорчим мирожу. Так, потом. Что нам ещё нужно сделать? Романтично. Пожениться на закрытой церемонии. Нет. Поцеловать обязательно. Соскучилась у Желатика. Скажет, посмотри, какие крылышки у меня. Давай, скорее, жениться. Сыграть волшебную шутку. Горячая голова. Давай, вот так. А потом, когда он обидится, мы романтично его опять поцелуем робко. Вот так. Такие в туалете. О, корчат рожи друг к другу. Ой-ой-ой. Он тоже это делает. Как у неё с нуждами бодрость плохая. Ну, пол пятого, я не знаю, что ли. Спать её положить. О, она его заколдовала. Давайте посмотрим, что такое горячая голова. Хо-хо-хо, заводи. Латики, смешно. Но он не стал, по-моему, на неё обижаться? А? Да нет, не стал. Всё хорошо. Ох, эти феи. Шолунишки. Одни, славно, подшутили над персонажем Найджел Смит. Он навсегда запомнит, каково быть объектом шалости фей. Но это в последний раз. Ой, да ладно, ладно. Пусть она сейчас тогда немножечко отдохнёт. Поспит. Потому что бодрость у неё какая-то плохая. Так, подождите, что там у нас с Джоником? Он уже тоже, ему купаться нужно. Найджел. Найджел, наверное, продолжит свою картину. Потому что у него как раз-таки с нуждами в порядке. Поэтому продолжай рисовать. Так, Дилан у нас добрался, да? Давайте быстренько посмотрим, сдадим наши эликсиры, которые он там наготовил. София тоже, кстати, хочет спать. Она уже подняла немного досуг. Ну, что-то наши девочки расклеились. Давай тогда собери тут какой-то камушек интересный. Собирай. И давай прямо её здесь вот положим спать. Чтоб далеко не ходить. Так, Латика легла спать. И ой, какой Джоник недовольный. Кислая мина. Такое что такое. Досуг. Нужно обязательно здесь немножечко поплавать. Потому что он уже вон какая, рыба на солнце жареная. Кожа шелушится. Хвостик я ему сделала зелёный. Такой вот. Как у настоящего русала. Немножечко поплавает. До скольки, кстати, тут можно сделать это? Ну, не написано. Ладно. Сдадим мы сейчас на комиссию. То, что он тут наготовил. Наш Дилан. Банку дружбы. Сдаём. Её аж целых три штуки. Прямо все три и сдаём. Пузырёк блаженства. Пузырёк. Так. В ближайшее время скучать не будут. Ну, у нас и так, в принципе, некогда скучать персонажем. Дальше посмотрим, что ещё что-то готовил. Так, снотворная одна штука. Фляга с мощным снотворным. Так. А вот наладчик характера. Ещё есть. Аж три тоже штуки. Всё, по-моему. Да. Предметы сдаём на комиссию. Всё. И пусть у нас Дилан возвращается. Спасибо, что поставили товар в наш магазин. Всегда, пожалуйста. Так, ну что, немножечко поднял уже увлажнение Джоник. Мы сейчас его отправим изучать работу научного института, чтобы он выполнил эту цель. Ватика немножечко поспит. Так. Дорисовывает картину Найджел. Ну, деды. Да. И София пришла спать. И Дилан, кстати, тоже хочет спать. Ну, ребята. Соня за Соня. Вы что? Как же так? Доберётся, когда он до дома, то пускай сразу прямо укладывается. Итак, Найджел дорисовал свой шедевр. Завершает отличную картину стоимостью 1618 симолеонов. Остальные все у нас пока улеглись спать. Надо их, ну, наверное, поднимать, потому что время 8. Продаём картину. Можно перекусить мяско. И сырым. Ничего себе. Так, ну и чем бы его занять? Мечта у него сбылась. Свадьба скоро. Я думаю, пусть он пока просто посмотрит телевизор. Включи. Ну. Ну, смотреть. Высокое разрешение. Давай. Да, где он, да. Немножечко тут уже понял. Бодрость. София, ты... Не надо пока высыпаться. Что ж вы у меня ночью-то будете бодрствовать? Опять на ночной режим перешли? Не надо. Подъём. Латику тоже надо поднимать. Она пусть продолжает, наверное... Улучшать свои навыки. Сейчас ей нужно игру на гитаре. Добить уже. Там немножко оставалось ей. И также обаяние. Давайте пусть она играет в одиночестве. Кто-то распространяет слухи, что Латико с МИК дерётся. Что за слухи? Ерунда какая. Так. Пришёл домой наш Джоник. Он выполнил это своё задание. Так. Домашку не сделал. Очень хочет спать. И у него увлажнение. Давайте посмотрим, завтра какой у нас день недели. Завтра выходной. Так что домашнее задание он успеет сделать. Да. Пусть он тогда... Быстренько. Быстренько. Ну же. Быстренько примет ванну. И ложится уже отдыхать. Спать. Вот так. Пол десятого. В принципе, конечно, ещё рано. Но пусть всё равно ложится. И мне нечем занять наших Диона и Софию. А их я отправлю смотреть кино. Но, да, у нас почему-то не пользуется спросом наш кинотеатр, который находится на втором этаже СПА. Я бы выстроила, да, задумку. Исполнила. Вон как шикарно. А никого сюда ещё не водила из них. А, только София, по-моему, беременна, что там смотрела. Смотреть фильм... Ну, приключенческие... Ужицы пусть смотрят. Вау, ужасы. И София, я как раз здесь рядышком уже идти. Она просто идёт пусть сюда. Так, положили спать. Латика играет. У неё сейчас посмотрим, сколько осталось. До того, чтобы поднять навык. О, ещё долго. Да. Ну, обаяние примерно на таком же уровне. Иначе уже нечем заняться в этот момент, пока она там навыки повышает, уже мечты нет. Что ж... А что он мне ничего не смотрит? А, нет, что-то смотрит. Ну, ладно. Поскольку он занят, оставим его тогда пока в покое. Такой жанр исполнение у Латики. Здесь можно какую-нибудь вечеринку замутить. Кстати, девичник, наверное, можно прямо дома устроить. Тут вон как всё классно. Ну, или можно сделать, в принципе, в Sunny Days. Потому что там тоже есть танцплощадка. Есть разные развлечения. Думаю, девчонки, гости скучать не будут. Ну, такие внучнушках. Я хочу, чтобы она присоединилась к Дилану. Можно так сделать? То встала такая прямо перед экраном. Присоединиться, смотреть фильм, да. Сел, главное, такое прямо правильное место занял по центру. Занял, извиняюсь. Занял. Что за ужас? Занял. 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 Сфоткаем это, как они сидят, смотрят фильм. Всё, что ли? А что такой короткий фильм? Эй. Я не поняла. Смотреть фильм. Приключенческий боевик. Давайте, давайте. Ну, в общем-то, вот такая у нас серия. Довольно много я вам рассказала в ней. Наконец-то, вот, Тика стала феей. Господи, я вздохнула спокойно. Я хотела этого давно. И всё. Следующие части мы сделаем ей девичник. Да. У неё есть такая мечта, как сказать. Желание. Которое тоже нужно исполнить. Она хочет устроить девичник. Всё. Давайте на этом серию закончим. Я потом отправлю всех спать. И встретимся с вами в следующей части. Это была Ниагара. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok